Я чуть на улице от холода не умер. Пришлось идти в подъезд соседний. Надо ехать, чтобы я такой... Ну, а что, попрыгать не любишь, что ли? Костя-сан говорит, будет работать. Я ему верю. Я его подпишу. Кто-то своими вэнсами на ней постоял, ты? Постоял, постоял. По аппарату, потом. Это самая необычная доска, которую я видел в своей жизни, реально. Всем привет! Меня зовут Максим Иванов. Я катаюсь на сноуборде почти всю свою жизнь. Организовываю фрирайд. Собираю группы в Ширигеш. Собираю группы на Смешань в Алмату. И большую часть сезона провожу в Красной Поляне. Также снимаю видео, влоги о фрирайде, видеопроектики и все такое. Вот сейчас приехали в магазин Squat. Затариваемся снарягой на сезон. В этом году я выбрал себе, наконец-то, скитурные ботинки. Всегда мечтал о них. Это вот эти вот. Про модель Джереми Джонса от 32 с откидывающимся задником. Это очень помогает на скитуре. Ваш шаг становится гораздо длиннее. Вы можете проталкивать ногу и тем самым экономить силы. То же самое расстояние вы можете пройти с гораздо меньшим количеством шагов. Задник на буашке. Спереди шнурки. Шнурки хороши тем, что их очень легко менять. Допустим, где-то в отдаленном регионе, если у вас сломалась буа, починить ее будет гораздо сложнее. А имея при себе шнурки, вы спокойно их можете в любой момент поменять. Потому что, к примеру, буашки у меня рвались не один раз и возникали проблемы. Приходилось там обматывать армированным скотчем и так далее. Вот внутренник этих ботинок выглядит супер технологично. Такая вот EVA пена. Мне кажется, что он классно будет в весеннем слэше. Будет гораздо меньше мокнуть, чем обычный внутренник. И он такой достаточно большой и плотненький. Раньше мне не нравились ботинки 32 из-за того, что они очень широкие. Но вот сейчас я померил их. И лично у меня узкая стопа. Нужна хорошая фиксация пятки. И сейчас на ботинках 32 реально очень крутая фиксация пятки. И они хорошо подходят для узкой ноги. Это реально круто. Лично я мерил почти все ботинки всех брендов. И не так много узких ботинок. Поэтому большой плюс ботинкам 32 за это. Стелька тоже выглядит супер технологично. Но вообще я использую другие кастомные стельки SIDOS под мою стопу. Чтобы там более равномерно распределяли нагрузку на ногу. Которую прям формируют по ступне. Но также эти стельки попробую. Думаю они будут не хуже. Выглядят почти так же круто. А еще большой плюс. Что здесь даже есть для ски альпинизма специальное крепление. Чтобы удобно можно было использовать альпинистские кошки. В прошлом году мы ходили в сноуборд ботинках. И нужно было надевать кошки. Их было не очень удобно ими пользоваться в обычных ботинках. С этими думаю будет удобней. И вторую основную модель. Я пока еще не выбрал. Вот эти две модели очень похожи. Но вот эти Крис Гринье скорее всего возьму. Про модель Криса Гринье. Тоже на шнурках. Жесткость выше средней. Ну что о них сказать. Померил. Тоже мне удобно. Хорошо фиксирует, держит пятку. Узкие. На широкую ногу я думаю не подойдут. Но для тех у кого узкая стопа. Классно. Доска Телос. Диэст Ти Карбон. Первый раз вижу настолько легкий сплитборд. В регионах. Вот я к примеру скетурю в Алма-Ате. И там не так много снега. И вес реально очень шикарен. Конечно же легкий сплит где-нибудь в Сибири вам не даст большого преимущества. Потому что все равно на нем будет куча снега. А вот в Алма-Ате там снег уплотненный. И он не налипает в принципе сверху на доску. И я думаю с таким легким сплитом будет ходить реально легче. Кембер между ног. И рокер начиная здесь с переднего крепления. В общем будем тестить. Возможно потом поменяю на 58-ю ростовку. Рюкзак. Рюкзак Мамут. Airbag Technology 3.0. Это Дакайновский рюкзак. Системой Мамут. Которую можно убирать. Можно ставить. Это очень удобно. Потому что Airbag вам нужен не всегда. А рюкзак нужен всегда. Для меня очень важный фактор в прирайдном рюкзаке. Это наличие откидываемого задника. Потому что когда у вас какое-то снаряжение лежит в глубине рюкзака. Без откидывающего задника вам очень сложно иногда достать что-то оттуда. А с этой темой это очень удобно. Вы можете сразу открыть и как из чемодана достать даже то, что находится в самой глубине. И плюс иногда я это использую как сидушку, чтобы посидеть. И большие боковые карманы тоже для меня важно. Я часто использую их, чтобы положить экшн-камеру, когда снимаю. Плюс этой системы, во-первых, в том, что ее, конечно же, можно снимать. И, во-вторых, что баллоны этой системы можно без проблем перезаряжать. То есть это не так, как в альпрайдовской системе, где вы взорвали его и все. Здесь купили один раз баллон и пользуетесь им сколько угодно. Итак, ребята, у нас проблема с Дакайном. Рюкзаки нового сезона приедут, скорее всего, после Нового года. Имеется в виду вот эти вот катальные. Поэтому у нас вот все, что есть в магазине, это все больше не будет до Нового года. Поэтому, если вы планируете купить рюкзак Дакайна себе, то это сейчас самое время сделать. Не обязательно, может быть, у нас, там в таких других магазинах. Но, в общем, их долго еще не будет. Поэтому торопитесь, пока есть. А, давай я еще про рюкзак скажу. Вообще, вот этот рюкзак реально очень выглядит технологично. Все даже замочки, все молнии супер приятные на ощупь. У меня был не один крирайт рюкзак. Но этот, и когда на спине сидит, супер комфортно. Главное, кстати, когда выбираете рюкзак, смотрите, чтобы вот эта нижняя застежка, она должна быть вот такая. Если нижняя застежка у вас будет на такой пластмассовой защелке, то, ну, по крайней мере, у меня было, что на морозе на эту застежку идет больше нагрузки. И она просто не выдерживала у меня и лопалась. Это гораздо более надежно. Ну, и плюс, так как это лавинный рюкзак, она реально должна быть супер прочная. Потому что, когда вас в лавине дергает, тут еще есть стропа, которая просовывается между ног. Ну, и на эту тоже идет нагрузка. Я взял куртку и штаны Пикчер специально для Шри Геша. Вообще, я не использую куртки и штаны с подкладом. Но в Шри Геше я выкатываю группы, и мне приходится много стоять и ждать их. И я часто мерзну. Поэтому для Геша решил взять куртку и штаны с подкладом. Но для скитура я по-прежнему использую тонкие шкуры с хорошей мембраной. Хотя в таких регионах, как Сибирь, на самом деле, мембрана не так сильно и важна. Ты снимаешь? Ну да, там влажно. Да, в поляне гораздо более влажный климат. И там гораздо ты быстрее промокаешь. В Шри Геше я сколько катался, я ни разу сильно не промокал. Из-за того, что сухой климат, холодные температуры. Когда в поляне начинается этот снегодождь, без хорошей мембраны реально никуда. Вот, поэтому в Сибири мембрана не так важна, как в поляне. Кстати, вот средний утепляющий слой. Синтетическая пуховочка с такими вставками пау-артековскими. Очень удобная, легкая и, по идее, должна быть теплая. Никогда не катался с утепляющим слоем с капюшоном, но в Сибири иногда вот здесь вот мерзнет. Я думаю, иногда будет полезно. По доскам я вот сейчас выбираю между этими тремя моделями. Бренд МОЗ. Очень все интересные формы. Практически нет классических, привычных нам по форме сноубордов. Но я всегда давно хотел что-то попробовать новое, интересное, прикольное, не классическое. И поэтому я склоняюсь, скорее всего, к вот этой модели МОЗ. Она всего 140-й ростовки. Большой жесткости. Кстати, ребята, я не готовился. Я это все говорю с того, что я знаю. Что меня здесь очень заинтересовало, это вот эти каналы. Здесь таких три канала. Очень интересно будет посмотреть, как они будут себя вести в глубоком снегу. Это такой серф-стайл. На серфе, к примеру, эти каналы, они дают гораздо большую стабильность на волне и гораздо большую скорость. И обычно каналы используют с твин-фин двумя плавниками. Но вот на сноуборде не знаю, как это будет работать. Будем пробовать. Ну и нос тут гораздо шире хвоста. Скорее всего, за счет этого эта доска и будет классно плыть. Есть кэмбер смещенный немножко к заднему креплению. Но кэмбер не такой ярко выраженный, как вот, к примеру, на этой модели. Здесь мне очень понравилась форма хвоста. И здесь, видите, он увеличен, чтобы рабочая длина канта была больше. Пока выбираю между вот этими двумя досками. Но это такие не основные доски, но очень веселые на глубокий снег, в паудер-дни, в шерегеше. Я думаю, возьму вот эту доску и буду использовать ее почти каждый день. Потому что в шерегеше нормально все со снегом обычно. Даже если нет снега на курорте, можно гонять на ратраки и на снегоходы. Кто хочет, еще есть места в группах. Кстати, за счет ее очень большой ширины, мне кажется, что карвить на ней будет тоже очень классно. И закладываться можно будет просто в лежачее положение. Я сниму видео, выложу в сториз, в инстаграм. Посмотрите, как будет получаться. Варежки Докайн на Гортексике. Самая проверенная мембрана. Обязательно, конечно же... Как эти штучки называются? Даже не знаю. Без них ваши варежки, скорее всего, будут утеряны на подъемнике. Поэтому, выбирая варежки, смотрите, чтобы они были с этими штуками. Это самое главное. Это самое главное. Ну, Гортекс, хорошая мембрана. Кстати, это теплая модель считается? Это прям очень теплая. Просто вот я... Это барлон? Я вроде мерил другие Докайновские, они внутри такие более плюшевые были, как будто. И казалось, что они теплее. Не, ну здесь шерстяная вообще подкладка даже. Кожа козы и Гортекс. Она не такая прочная, как пуховая подкладка. И пуховая подкладка. Кожа буйола. Но зато мягенькая. А надо обрабатывать их чем-то еще? Не знаю. Я думаю, райдерам не надо ничего обрабатывать. Они просто обкатались. Ну, у меня несколько варежек за сезон вообще улетают. Обкатрутся. И особенно во время карвинга, когда закладываешь дугу, если рукой ведешь по снегу, варежки стираются просто моментально. Помните, Special Blend были? Модель Anix штаны вроде называлась. Там вот такая же штука была, только еще выше. Чтобы штаны эти можно было... Конечно, легендарный. Форум, может быть, еще помнит из-за Бертона. Да, мне кажется, Special Blend многие помнят. Ты что, такой старый, что ли? Конечно, я могу фотку показать. У меня была Special Blend Anix модель. И их можно было спускать вот досюда за счет вот этого верхнего. А в Шерегеше что за планы у тебя? В Шерегеше у меня 4 фрирайд-группы подряд будут идти. И... Уже заполнены? Да, да. Просто моментально места разобрали. Ну, будут свободные деньки. В свободные деньки, если будут хватать... Если будут силы, буду снимать видосики. Эти все тусуются в Шерегеше, забыл все. Кстати, там прикольный бар открылся потом, расскажу. Который находится прямо в поселке. И чтобы попасть туда, нужно очень долго долбить дверь, короче. Но он единственный, кто работает после 12. Чего? Главная фишка бара. Нужно сначала подолбить там местных человек 12. Я чуть не умер там на улице, когда мы приехали... А, вот, Рукс закрывается рано, по крайней мере, было так в прошлом году из-за карантина. И потом, короче, мы поехали тусоваться в этот бар. Приехали, и там дверь была закрыта, все ребята зашли. И я стучался в этот контейнер. И мне никто не открыл, потому что там было шумно. И я чуть на улице от холода не умер. Пришлось идти в подъезд соседних. Ну что, во всем этом снаряжении я буду кататься в ближайший месяц Шерегеше. Потом поеду в Поляну. Кстати, по основным ботинкам я пока еще не решил. Хочу, чтобы одни из ботинок все-таки у меня были на спидзонах или на Буа. Шнурки, конечно, мне нравятся тем, что их очень легко поменять. Но пальцы иногда стираются, когда очень много катаешься и затягиваешь. Поэтому хочу, чтобы одни ботинки были полностью на буашках. Остальное все вроде выбрал. Тогда ждем фокус боа. Да, ждем фокус боа, самая жесткая модель. Я люблю ботинки пожестче. Жесткие ботинки это контроль. Но если у вас недостаточно хороший уровень катания, то самые жесткие не берите, потому что, скорее всего, вы с ними не справитесь. Постепенно увеличивайте жесткость. Но если вы хорошо катаетесь, возьмите самые жесткие. Сначала, возможно, помучаетесь, будет непривычно. Но когда привыкнете, вы поймете этот кайф, как легко все движения передаются с ботинок на ваш снаряд. Жесткие ботинки это контроль. Но при этом они должны, конечно же, сочетаться с жесткими креплениями. Я буду кататься вон на той доске. Давай. Решил? Да. Короче, давай, берем вот эту доску. Это самая необычная доска, которую я видел в своей жизни. Реально. Ширигеши я буду кататься на ней. Истоптал уже все. Доску за 100 тысяч истоптал. Ну ничего, она даже так красивая.